Было около 8 часов вечера, когда я пришел домой с автошколы, подогрел еду и устал Я пытался смотреть любимый сериал. Досмотрев последнюю серию, я обнаружил, что продолжение сериала будет еще не скоро. Я пытался найти что-то другое, но ни один сериал или фильм не вызывали интереса. Отодвинув пустую тарелку, я решил пойти прогуляться, а дома я направился в парк. Там я обычно чувствую себя спокойно и умиротворенно, но не в этот раз. Проходя мимо первой площадки, между деревьями, я почувствовал себя некомфортно. По телу чувствовалась легкая дрожь, и ни с того ни с сего я занервничал. Когда я подходил ко второй площадке, я немного успокоился, когда увидел там женщину и ребенка примерно 5 лет. Я подошел ближе и сел на скамейку недалеко от них. Ребенок качался на качелях и постоянно смеялся. Если честно, смех был странный. Женщина сидела напротив качелей. Ее лицо мне было не разглядеть. Я просидел минут 15, а картина не менялась. Я встал и пошел в их сторону. Уселся на скамейку рядом с женщиной. Она была одета в длинную юбку и кофту с рукавами. В руках у нее был платок. Она что-то говорила непонятное и плакала, утирая платком слезы. Маленькая девочка качалась на качелях и все так же смеялась недетским смехом. Я начал прислушиваться, о чем говорит женщина. Это были отдельные фразы, вроде «верни ее мне», «почему», «зачем тебе это», «она была для меня всем» и тому подобное. Ощущение беспокойства снова вернулось ко мне. Я очень хотел успокоить женщину, но не знал, как это сделать. Я пытался заговорить с ней, но она как будто не видела и не слышала меня. Повторяла все те же фразы и убивалась горем. Когда все мои утешительные фразы закончились, мое внимание привлекла девочка. Она спрыгнула с качелей, а бежала вокруг скамейки несколько раз, на которой мы сидели, весело напевая какую-то детскую песенку. У нее были короткие светлые волосы. Одета она была в розовые штаны и розовую куртку с белым узором. Слушать ее смех и песни на фоне рыданий несчастной женщины было невыносимо. Когда девочка пробегала мимо меня, я пытался привлечь ее внимание, но она, видимо, была слишком увлечена своими играми. Девочка остановилась. Я подошел к ней. Она смотрела вниз. «Девочка, как тебя зовут? Ты не устала бегать?» – спросил я. Она не отвечала и не поднимала голову. Я присел и снизу посмотрел ей в лицо. То, что я увидел, удивило и напугало меня. Глаза были большие и черные. Она моргнула, и ее кубы зашевелились. Заговорила она басом, как дьявол. Я ничего не понимал и решил, что давно уже надо было бежать отсюда. И решился. Просто рванул оттуда со скоростью звука в сторону дома. Следующим вечером я проходил мимо парка и взглянул на ту площадку. Там были две женщины. Одна стояла с цветами в руках. Другая наклонилась и положила цветы рядом с качелями. То, что случилось вчера, необъяснимо. И я почему-то решил, что только они могут объяснить, что произошло. И вот я снова стою здесь. Очень жутко. «Почему вы здесь с цветами?» – спросил я. Две женщины, лет под 70, начали рассказывать мне свою историю. Когда-то их было трое. Три лучшие подруги по несчастью. Они познакомились в больнице. Проходили курс лечения от бесплодия. Одной из подруг все-таки удалось забеременеть. И она родила прекрасную дочь. Все было хорошо. Но когда ее дочери исполнилось 5 лет, подруга стала говорить странные вещи. Она пришла к нам в слезах и говорила, что ее дочь подменили. «Это не моя дочь», – говорила она. Подруга рассказала, что ее дочь просила делать ей ужасные вещи. Однажды, когда девочка капризничала, и мама не знала, как успокоить ребенка, она попросила свою мать, чтобы та взяла с пяты кастрюлю и вылила на себя кипяток ради забавы. И это далеко не все ее желания. Подруги пытались помочь ей разобраться. Они видели ее дочь. И говорили подруге, у тебя прекрасная дочь. Радуйся, что она у тебя вообще есть. При людях девочка вела себя, подобно самому обычному ребенку ее возраста. Женщина не могла больше жить со своим ребенком. Она мучилась. Молилась, чтобы все стало как прежде. Но становилась только хуже. Однажды они с дочкой пошли гулять в парк. Девочка уселась на качели, а мама сидела напротив. Женщина в последний раз смотрела на свою дочь. Утром дети, которые пришли играть на площадку, увидели девочку на качелях, без головы, которая валялась недалеко. Лицом вверх, с жутким выражением лица. На скамейке сидела женщина с большим ножом и без сознания. Как позже выяснилось, умерла от сердечного приступа. Это было 40 лет назад. Закончили свои рассказы две подруги. Мне было очень жаль девочку и ее маму. И когда мне было грустно, я приходил в этот парк и качался на качелях. Я до сих пор ощущаю их присутствие. И я не могу сказать, что это не так. Я не могу сказать, что это не так.